дорогие друзья если вы живете в тех городах которые здесь написаны то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях приходите пожалуйста дизайнер но он студент спонсор а что ты планируешь компьютер больше не покупаю это его компьютер нет как тут он на твоем компьютере работы и пусть занимаются да ну да в режиме экономии я же если тебе по совету выгони эту зазвавшуюся тварь ты так не сделаешь подожди я скажу ты его выгонишь я не это спросил ты думала ну не выгнала а выгонишь еще раз хочется думала ты выгонишь если это сделать из него мужчину то да как вы думаете сделать из него это мужчина твой парень в армии отслужил да что еще должно случиться в его жизни но понимаете спонсор программы сколько 30 до 40 лет мнение нет ты абсолютно права и вопрос хороший сейчас объясню не до скольки лет не до скольки лет сосредоточься на младших все вот у него есть штаны у твоего сына а если бы он в армейских сейчас ходил было бы еще лучше компьютер есть ну пусть скажи это твой компьютер забирай это все что я могу для тебя сделать сама себе купи другой не ему новый компьютер купи себе купи и не пускай это мой компьютер не пускай макароны варишь ему варю все нормально за свет плачешь ну плати что поделаешь но никаких денег на модную одежду не вздумай ему купить автомобиль не вздумай там это самое ну давать ему карманные деньги и вот когда в режиме подсоса парень начнет суетиться вы думаете мне вообще кажется ему нравится это да мы ждем кого баб сейчас бабы появятся он начнет к ним тыкаться чтобы жижулика приткнуть они скажут вот отлично он звучит здоровый просто психологически здорово а ты не вздумай компенсировать эту историю финансами ну вот и все он к одной ко второй они скажут паблик ну ты шапсос поэтому как только появится женщина в жизни поверь мне а не надо давать лишнее не надо давать блин ему 20 лет оставь его в покое он до 30 еще возможно будет ребенком речь не об этом перестань его спонсировать потому что спонсировать ребенка нужно пока он студент пока он студент мой сын сейчас учится он может либо учиться либо работать естественно я его содержу естественно он не живет на улице и тому подобное но я могу ваня учись 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 вот как от учись а вот все что у тебя есть это твое с этого пляши а вот тут девочки такие вот это классно это классно я говорю да они будут с тобой общаться но замуж они за тебя не выйдут потому что ты кто ну не абсурс но он ребенок поэтому они с тобой будут общаться как с ребенком они на тебя не будут смотреть как на мужчину потому что женщины это сейчас вы все студенты это так классно это там пообщаться потусить потереться там это все нормально ну потом ты Катя Лена Света я так тебя люблю она говорит ну любовь это дело хорошее а где мы будем жить у твоих родителей вот вряд ли он такой папа мама я привел Лену она будет с нами жить прости дорогой но нет нет вы меня услышали я был очень тактичен с вашим сыном я очень старался ну на всякий случай парень который отслужил в армии оставьте его в покое перестаньте ему давать день и оставьте в покое просто я служил в армии вместо педа вообще не изучила все в этом мире знают что я самозванец что я не поступил в кулинарную бурсу и тому подобное взрослая дочь собралась замуж все делает как неправильно по вашему она просто делает по вашему нет она по моим тоже не делает я делала как вы говорите ой-ой-ой все футболом правильно брак удачно ну подожди она делает все наоборот то есть не как вы не как я сожительствую мальчик еще пока не стоит она на дно живет в нашей квартире мальчик живет в вашей квартире да пользуются наши машины и вот в меня вакуру а в какой момент а что так поздно вы ко мне пришли ну хорошо ну дальше ну видимо недостаточно серьезно попросила она у меня попросила разрешение пожить потому что трудно финансовый я говорю ну хорошо мама можно я поживу со своим мужиком у вас да потому что муж на меня очень сильно давил я отвратительная мать я выглядела своего ребенка с квартиры у меня вопрос буквально вчера я смотрю что она стала одеваться некрасиво и как будто если хватает мне хочется чтобы она была достойна достойна кого? у того примака? достойна себя достойна себя ааа стоит ли мне все таки ну как это как подарки делать хотя ты делаешь уже наделали подарок ну подарок да в общем наделала стоит ли продолжать или все таки сделать шаг назад и вообще пусть вырел сама с этим мальчиком если не надо ну если честно мне очень не хотелось потому что я внушу сама это на счету прошла и не хотелось бы чтобы дочь так вы же ее прошли? да да они не пройдут ну тогда я отвратительная мать ну так вы определите что вы хотите вы либо крестик снимите либо трусы оденьте то тут надо как-то выбирать вот в чем дело вы совершили колоссальную ошибку ошибкам нужно ну что вы от меня хотите чтобы я вам сказал выгнать дочь? стоит ли мне продолжать все таки делать подарки да делайте да там уже ничего не испортит уже ничего не испортит действительно да а по поводу как долго планируют жить? брака? их брака? ааа что планируют жить? долго не у вас жить? когда трудные времена пройдут? они же вообще и к себе хотят забрать чтобы они работали на спецификах продолжили его дело да все очень плохо да у вас все плохо вы странная муж ваш странный у странных родителей выросла странная дочь нашла себе подходящего и странного персонажа которые теперь у вас живут и живут за ваши подарки они так будут жить долго счастливо да пока она наконец-то ну не выгонит нахер этого ну пресса в США нет вы знаете он он хороший мальчик да да грант на миллион где этот грант на миллион? они планируют потратить на свадьбу на свадьбу а жить где будут? ну пока пока у вас пока у вас ну да ну так все понятно какой второй вопрос в первом мы разобрались ну да ну да ну да отношения с мужем все хуже и хуже хуже и хуже хуже потому что полное несовпадение это через 33 года выяснили? это всегда было это всегда у меня такая позиция была что я должна быть следить детей дать им материальное что-то чтобы они в нищете не жили я так понимаю что подсознательно вы и держите у себя вот этих вот молодых студентов чтобы не выяснилось что дети уже выросли потому что когда дети вырастут вам надо будет разводиться вы же поэтому не разводились ну да да прикинь как интересно ты думаешь 55 стоит примерно? да нет да не ничего жизнь она тяжелая слава богу недолгая потерпите скоро все умрут и вы и муж и что там париться поэтому 55 куда уже? господи старперы 55 куда? какая жизнь? ну и сейчас это места на кладбищах посмотрите вот это да 55 кто? кто вообще доживает до 55 ну вообще засиделись на планете смотрят что-то настроение вас на футболке написано ну то есть ну она ж не купила себе футболку денег нет на футболку где написано что счастливо жить никогда не поздно да ходите в своей футболке да у вас все хорошо совсем не счастливо но вы ходили конечно рядом с собой не научно не ходили а ну не боролся вот это против всей семьи доказывает что ребят не справа а зачем вы это делаете? не знаю присаживайтесь что я могу пусть живут все как хотят да? что от меня хотите? что я вам сказал как жить? да нет ну я уже как бы поняла что если не училась в первом браке то надо сначала ваши все методики применить да собери информацию на выходе возьми эту самую визиточку обязательно к психологу сходите а с людьми надо пообщаться в чем прелесть психолога он всегда тебе единомышленник психолога учат быть единомышленник как я тебя понимаю вот это вся история ты хочешь поговорить об этом? обязательно да редко можно ну нарваться на психолога который что ты приперлась кто вообще так думает? если вы думаете что я на консультациях веду себя так же как на общественных лекциях вы ошибаетесь на личных консультациях я очень понимаю но на общественных лекциях я не могу так просто себя вести вы меня услышали? никто за вас решение как вам жить принимать не будет таких людей нет на планете это есть ответственность за свою жизнь я не знаю что я хочу ну а куда мне идти а куда тебе надо? дорогой кот куда мне идти? а куда ты хочешь? а мне все равно ну если все равно куда идти похер по какой дороге идти Алиса в стране чудес или в зазеркале как правильно? это что разные книги? Алиса в зазеркале и Алиса в стране чудес? в стране чудес Алиса в зазеркале это когда пьяная Алиса упала за трюмо понимаете? Добрый день у меня будет два вопроса к вам как обычно откуда появляется патологическое вранье и почему мужчина не понимает что после его лжи к нему не будет уже доверия потому что ему это сходит с рук он тебе в глаза а ты божья роса он тебе врет и ты такая ну не знаю поначалу я не хотела я говорила что я терпеть не буду но говорила терпишь ну я же мать вот и все если вы нашли причину почему вы терпите что значит патологическое? он постоянно это делает господи а почему тебе не врать если тебе нормально? тебе врешь а ты такая ну а чего у меня к тебе пропадет внимание что? доверие да хер с ним с доверием ты со мной спи живи готовь убирай подтирай тут вопрос номер два почему мужчина не может отказаться от женского дружеского общения то есть патологическое вранье он еще и баб тыкает направо и налево рассказывая вороне своей что это друг друг это или бабник не лечится это последний вопрос лечится ли бабник? все лечится просто не надо это терпеть а можно как-то продолжить терпеть но чтоб вылечилось нет потому что на кого грузят тот и везет я мысль донес? да дорогие друзья если вы живете в тех городах которые здесь написаны то скоро я туда приеду и мы с вами сможем встретиться на наших шикарных лекциях приходите пожалуйста на одно это сколько вы у то вы любите в в кто в вы что вы Продолжение следует...